Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. В Караганде прошла выставка необычных голубей. Для чего в нашем городе открылся благотворительный магазин? Смотрите в репортаже Николая Кравца. В Караганде сгорел крупный склад игрушек. В минувшие выходные в Караганде сгорел крупный склад игрушек. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Жертвы пострадавших удалось избежать. Дым от горящей постройки был виден во всех районах Караганды. По установленным данным, первой загорелась крыша здания. Затем пламя перекинулось на стены. Людей в момент пожара в помещении не было. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. В ликвидации ЧП были задействованы 64 человека личного состава и 11 единиц техники службы пожаротушения. Склад «Риал-база» являлся одним из крупных в городе, однако не имел пожарной сигнализации. Причину возгорания выясняют специалисты. Сумма ущерба пока тоже неизвестна. Мы в 16.34 полностью ликвидированы. Произошло горение деревянной кровли в помещении склада, игрушек внутри склада на общей площади 1200 квадратных метров. В настоящее время дознание проводится, точная сумма ущерба устанавливается. Причина пожара тоже устанавливается сотрудниками нашей испытательной лаборатории. Все районы Пришахтинска завтра, 26 ноября, останутся без холодной воды. Караганды-Су будет производить работы на насосной станции, подающей воду в эту часть города. Подача холодного водоснабжения прекратится 26 ноября с последующей дезинфекцией водопроводных сетей. Услугодатель рекомендует иметь двухсуточный запас питьевой воды. Самых необычных голубей накануне можно было увидеть в Караганде, шахтерской столице, прошла выставка этих птиц. Своих пернатых привезли заводчики стран СНГ. Подробности в следующем репортаже. В лихоатлетическом манеже Караганды давно не было столько народа. Около 300 заводчиков голубей из России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана съехались на масштабную выставку. Было сложно подсчитать, сколько птиц было здесь представлено. Среди них и уникальные голуби. Победители среди представленных птиц выбирали по разным критериям. В основном смотрели на правильную осанку и хороший цвет. У эпатажного адвоката из Караганды Евгения Танкова появился голубь сравнительно недавно. Правозащитник пришёл на выставку, чтобы найти птицы пару. Ну и в настоящий момент я думаю о том, как использовать этот шанс для того, чтобы смешать генетический потенциал этих голубей с теми голубями, которые являются завсеглятами голубятни неподалёку от центра мира, точнее в одном из альтернативных центров в 12-м микрорайоне. Ну и возможно некоторые из этих также послужат основой для выведения новой породы. Всего на выставку голубей приехало 300 участников из разных городов Казахстана и России. Представлены разные породы и у каждой своя окраска. Заводчик из Петропавловска Александр Садчиков разводит птиц на протяжении многих лет. На сегодняшний день у него около ста голубей. Мужчина говорит, что без трудностей, конечно, не бывает. Птицы тоже нуждаются в постоянном уходе. Я представил своих питомцев от белых, курчих, лентошевых голубей статной породы. У нас регион такой петропавловский, что статной птицей именно занимаемся. Ну они, конечно, есть свои сложности в разведении. Очень тяжело потомство даётся. Но мы стараемся, метизируем, стараемся улучшить породу. Как бы не представить потом на выставках. На выставке можно было приобрести понравившегося голубя. Цена разнилась от 300 до 1 тысячи долларов. Кроме того, все победители и участники получили награды и почётные грамоты. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. В Караганде распахнул своей дверью благотворительный магазин. Он создан для того, чтобы помогать малоимущим слоям населения и детям, которые нуждаются в лечении за рубежом. Подробности в репортаже Николая Кровца. Всё с бирочками, всё видно, что всё новое. Волонтёр Центра Команда Мируэртор Гембаева показывает одежду, которую можно приобрести в новом благотворительном магазине. Сама идея пришла в начале этого года. Однако только недавно женщина смогла воплотить в реальность свою мечту. То есть работы на самом деле здесь ещё много будут. Ещё товары. То есть позавчера мы договорились с ТО «Инвалид Корпорейшн». У них есть вязальный цех. Это колясочники, инвалиды. И они свою продукцию здесь будут выставлять на процент. Работы ещё много, но у меня ощущение, что наконец-то мы открылись. Уже есть первые покупатели. Это вообще здорово. Карагандинка Нина Лущикова – одна из первых покупательниц. Сегодня она не только присмотрела себе модное платье, но и принесла для продажи свои новые вещи. Дело нужное, доброе. Пусть оно процветает. Я буду советовать, конечно. Ну и сама буду приходить по возможности. Правда, он расположен далековато, но, может, привыкнем со временем. Впервые в нашем городе открылся благотворительный магазин, в котором можно приобрести вещи по низким ценам. Например, вот этот пиджак стоит в обычном магазине 15 тысяч тенге, а здесь он стоит всего 2 тысячи. Меруэр Таргенбаева считает, что благотворительный магазин поможет малоимущим слоям населения приобретении новой одежды, обуви и других товаров по низким ценам. Деньги от продаж будут поступать детям, которые нуждаются в лечении за рубежом. До Нового года мы будем собирать, скорее всего, вот мальчику, подростку из Тимиртау, у него рак головного мозга. То есть, вот сегодня мне должны подвести листовку, она будет установлена на боксе, на двери. То есть, будет постоянно висеть информация, кому в данный период собираются деньги. И затем в нашей группе ВКонтакте мы будем выкладывать фотографии счетов, что деньги перечислены. То есть, будет открыто, чистая, отчетность полная. Очень много у нас деток больных, которым нужна помощь. Так что, эти магазины очень нужны. Николай Кровецк, Ряд Рашитов, Первый Карагандинский. Привелся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону. 97 47 42 8 702 155 98 00 В Караганде впервые выпустили инженеров-сварщиков международного уровня. Соответствующие дипломы накануне получили 20 специалистов КарГТУ. Они не просто стали профессионалами своего дела. Теперь они составят достойную конкуренцию на мировом рынке труда. На первой торжественной церемонии вручения международного диплома инженера-сварщика присутствовали представители посольства Франции в Казахстане, представители министерств Республики Казахстан, Международного института сварки Франции, крупнейших мировых нефтяных компаний, представители индустриальных предприятий региона, областного и городского Акиматов. Группа слушателей теперь уже дипломированных специалистов состояла из 20 человек, прибывших со всего Казахстана. Реализация данного проекта была осуществлена в соответствии с поручением главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева по инициативе французской нефтегазовой компании «Тоталь» при поддержке Министерства нефти и газа Казахстана Французского института сварки. Целью проекта стала подготовка казахстанских инженеров сварочного производства международного уровня. «Таким образом, было выполнено задание двух главных судов президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Франции Николая Саркази, принятое на 22-м заседании Совета иностранных инвесторов». Подобное событие – это первая ласточка перехода сварочного дела Казахстана на новый уровень качества, отвечающий международным стандартам. Дипломы выдаются Международным институтом сварки и признаются в 56 странах мира. «Воочию мы видим реализацию инициативы главы государства. В последние годы реализован ряд крупных проектов, а также в перейдемных, в перспективе, в частности, на специальной коммерческой зоне, будут реализованы ряд проектов, где будут требоваться сварщики высокого уровня». Помимо слушателей курсов, обучений прошла большая группа преподавателей КарГТУ, получившая право читать лекции по соответствующим модулям согласно стандартам Международного института сварки. «И уже мы сами готовы осуществлять этот проект. И я так думаю, что это является началом большого дела. И реально мы повысим квалификацию сварщиков всего Казахстана». Наверное, осознание значимости этого события для всего Казахстана придет позднее. Пока это ясно понимают счастливые выпускники курсов. Они получают новенькие дипломы и строят планы. Практически перед ними открывается весь мир. «Мы получили очень такие серьезные знания в области сварки. Именно в направлении международных стандартов, которые в нашей стране еще не практикуются в использовании. То есть это большой шаг в развитии еще науки и производства страны». Практическое взаимодействие мирового сообщества, промышленности и образования Казахстана отдало реальные результаты по получению высококлассных специалистов для страны. Когда наши преподаватели приехали в Караганду, то убедились в очень хорошем базовом уровне курсантов, специалистов, инженеров. У Французского института сварки есть наработки по узким направлениям специальностей. Программы, которые привезли наши преподаватели, соответствуют самым последним международным стандартам. Со следующего года на курсах будут преподавать казахстанские профессора и специалисты. Но наше сотрудничество будет продолжаться и расширяться. Нефтегазовая промышленность Казахстана теперь будет пополняться высококлассными специалистами, обучающимися в Караганде. Но и другие отрасли стремительно развивающейся страны смогут рассчитывать на выпускников Казахстанского института сварки при Карагандинском государственном техническом университете. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Работа по развитию села дает ощутимые результаты. К своему профессиональному празднику аграрии Карагандинского региона пришли с хорошими показателями. Накануне Акимобласти Балжан Абдишев отметил лучших работников сельского хозяйства. Подробнее в следующем сюжете. Несмотря на непростые погодные условия прошедшего лета, хлеборобы собрали почти 860 тысяч тонн зерна. Это в два раза больше, чем в прошлом году. За последние 30 лет урожайность в регионе достигла рекордного показателя – 13 центнеров с одного гектара. Неплохие результаты были достигнуты в животноводстве. В этом году произвели продукции сельского хозяйства на 16 миллиардов тенге. По сравнению с прошедшим годом, объем продукции вырос на 3 миллиарда. По программе индустриализации сельского хозяйства было освоено 25% земель. В честь праздника восьми лучшим труженикам села Акимобласти Балжан Абдишев вручил ключи от автомобилей марки Нива. Пятеро стали обладателями нагрудного знака «Лучший работник сельского хозяйства». Почетными грамотами министерства были удостоены еще несколько аграриев региона. От результата вашего отгуда во многом зависит уровень жизни населения и продовольственная безопасность нашего региона. Благодаря большому вниманию, который президент страны лидер нации Морстанамич Назарбаев уделяет сельскому хозяйству, отрасль продолжает динамично развиваться. Специально к празднику приурочили выставку «Караганда-Агро-2013», где можно было своими глазами увидеть достижение агропромышленного комплекса области. В завершении для всех участников торжественного собрания был дан праздничный концерт. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Первый, Карагандинский. Караганда лидирует в реализации программы модернизации ЖКХ. Подтверждение тому является победой управляющей компанией «Жилсоцсервис» в республиканском конкурсе. Диплом за первое место руководителю «Жилсоцсервиса» Нуртаю Шляеву вручили в рамках третьей международной конференции, посвященной проблемам жилищно-коммунального хозяйства в Астане. В финал конкурса вошли 15 организаций со всей страны. Среди них КСК, домовые комитеты, потребительские кооперативы и другие. Лучшие в сфере управления кондоминиумами признали компанию из Караганды. Отметим, что «Жилсоцсервис» уже много лет предоставляет коммунальные услуги карагандинцам и также проводит ремонты в рамках программы «Модернизация ЖКХ». С победой поздравил лично первый заместитель министра регионального развития Казахстана Каэрбек Ускинбаев. С учетом того, что сейчас в рамках модернизации ЖКХ проходят капитальные ремонты в квартирах жилых домов и тем самым мы показываем свою состоятельность на сегодняшний день. Я считаю, что надо как можно шире, особенно на местах, развивать, ну просто криска понимать вывеску на управляющую компанию, а именно поменять в своем отношении собственную квартиру. К другим новостям. В Караганде появился «Синий леопард». Фотовыставка с таким необычным названием прошла в эко-музее. На ней были представлены работы фотографа, на которых запечатлены дети, страдающие задержкой в развитии. Подробнее в сюжете Амины Смаковой. Странное, на первый взгляд, название имеет простое объяснение. Фотограф Дарья Комлева, когда пришла в очередной раз фотографировать детей в творческую студию, где они занимаются, услышала разговор педагога-ученика. Мальчик лепил леопарда из синего пластилина. Из наших детей Давид пришел вместе с тетей на занятие, и он взял синий пластилин и решил слепить леопарда. И он озвучил от своих желаний. И тетя, зная, что леопарды не бывают синими в природе, она возмутилась и сказала, не нужно лепить леопарда из синего пластилина, так не бывает. И в этот момент вмешалась и Галина, педагог. И, в общем-то, она защитила право этого ребенка лепить своего леопарда синим. И, ну, по большому счету, я считаю, это хорошей метафорой. Первым делом, подходя к фотографиям, дети ищут там свое изображение. Так кажется на первый взгляд. Педагоги уверяют, что на самом деле в снимках их привлекает другое. А дети ищут что-то совсем другое на фотографии. Они, если были на фотографии запечатлены моменты, которые они пережили очень эмоционально и которые на всю жизнь, возможно, с ними останутся и будут игреть всю жизнь, то они, глядя на эти фотографии, ищут именно вот, именно это. То есть, еще раз прикоснуться к чему-то, с чем связано это теплое воспоминание, теплое ощущение. Сам фотограф не хотела что-либо заявлять обществу своей выставкой. По словам Дарьи, она увидела в этих детях особенную красоту, которую впоследствии и решила запечатлеть. Для меня эти дети, ну, как бы, я не отличаю их. То есть, это достаточно замкнутая группа детей, потому что дети, которые, помимо всего прочего, еще и обучаются на дому. Вот. И они, по большому счету, с остальными не контактируют. Вот. Ну, как бы, я считаю, что это могло бы быть по-другому и было бы здорово, если бы это было по-другому. Посетителей было немало. Главным героям выставки фотографии пришлись по душе. Мне все понравилось. Фотографии больше говорят не о самих детях, а о том, с чем они сталкиваются каждый день, чем они занимаются, как живут. Выставка дает им возможность почувствовать себя нужными обществу и нужными людям. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Хаман Саубонсдар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok